Николай Семенович Лисков. Дух госпожи Жан-Лис. Спиритический случай. Эпиграф. Духа иногда гораздо легче вызвать, чем от него избавиться. Калмет. Глава первая. Глава первая. Глава вторая. Глава первая. 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 Фелиситы, избрал себе приятное местечко под счастливым Софьяном, обнимающим листки, на которых опочили ее мысли, и если вы не совсем не верующий, то я надеюсь, что вам это должно быть понятно. Я молча поклонился. Княгине, по-видимому, понравилось, что я ей не возражал, и она в награду мне прибавила, что все ею мне сейчас указанное есть не только вера, но настоящее и полное убеждение, которое имеет такое твердое основание, что его не могут поколебать никакие силы. И это именно потому, заключила она, что я имею множество доказательств, что дух Фелиситы живет, и живет именно здесь. При последнем слове, княгиня подняла над головой руку и указала изящным пальцем на этажерку, где стояли голубые волюмы. Глава третья. Я от природы немножко суеверен и всегда с удовольствием слушаю рассказы, в которых есть хотя какое-нибудь место таинственному. За это, кажется, прозорливая критика, зачислявшая меня по разным дурным категориям, одно время говорила, будто я спирит. При том же, к слову сказать, все, о чем мы теперь говорим, происходило как раз в такое время, когда из-за границы к нам приходили в изобилии вести о спиритических явлениях. Они тогда возбуждали любопытство, и я не видал причины не интересоваться тем, во что начинают верить люди. Множество доказательств, о которых упоминала княгиня, можно было слышать от нее множество раз. Доказательства эти заключались в том, что княгиня издавна образовала привычку в минуты самых разнообразных душевных настроений обращаться к сочинениям госпожи Жан-Лис как к оракулу, а голубые волюмы, в свою очередь, обнаруживали неизменную способность разумно отвечать на ее мысленные вопросы. Это, по словам княгиня, вошло в ее абитюды, которым она никогда не изменяла, и дух, обитающий в книгах, ни разу не сказал ей ничего неподходящего. Я видел, что имею дело с очень убежденной последовательницей спиритизма, которая при том не обделена умом, опытностью и образованием, и потому чрезвычайно всем этим заинтересовался. Мне было уже известно кое-что из природы духов, и в том, чему мне доводилось быть свидетелем, меня всегда поражала одна общая всем духом странность, что они, являясь из-за гроба, ведут себя гораздо легкомысленнее и, откровенно сказать, глупее, чем проявляли себя в земной жизни. Я уже знал теорию Кардека о шаловливых духах и теперь крайне интересовался, как удостоит себя показать при мне дух остроумной маркизы Сюльяри, графини Брюсляр. Случай к тому не замедлил, но, как и в коротком рассказе, так же, как в маленьком хозяйстве, не нужно портить порядка, то я прошу еще минуту терпения, прежде чем довести дело до сверхъестественного момента, способного превзойти всяческие ожидания. Глава четвертая. Люди, составлявшие небольшой, но очень избранный круг княгини, вероятно, знали ее причуды. Но, как все это были люди воспитанные и учтивые, то они умели уважать чужие верования, даже в том случае, если эти верования резко расходились с их собственными и не выдерживали критий. А потому никто и никогда с княгиней об этом не спорил. Впрочем, может быть и то, что друзья княгини не были уверены в том, что она считает свои голубые воли мы обиталищим духа их автора в прямом и непосредственном смысле, а принимали эти слова как риторическую фигуру. Наконец, может быть и еще проще, то есть, что они принимали все это за шут. Один, кто не мог смотреть на дело таким образом, к сожалению, был я, и я имел к тому свои основания, причины которых, может быть, кроются в легковерии и впечатлительности моей натуры. Глава пятая. Вниманию этой великосветской дамы, которая открыла мне двери своего уважаемого дома, я был обязан трем причинам. Во-первых, ей почему-то нравился мой рассказ «Запечатленный ангел», незадолго перед тем напечатанный в русском вестнике. Во-вторых, ее заинтересовало ожесточенное гонение, которому я ряды лет, без числа и меры, подвергался от моих добрых литературных собратьей, желавших, конечно, поправить мои недоразумения и ошибки. И в-третьих, княгиня меня хорошо рекомендовал в Париже русский иезуит, очень добрый князь Гагарин, старик, с которым мы находили удовольствие много беседовать и который составил себе обо мне не наихудшее мнение. Последнее было особенно важно, потому что княгине было дело до моего образа мыслей и настроения. Она имела, или по крайней мере ей казалось, будто она может иметь, надобность в небольших с моей стороны услугах. Как это ни странно для человека такого скромного значения, как я, это было так. Надобность эту княгине сочинила ее материнская заботливость о дочери, которая совсем почти не знала по-русски. Привозя прелестную девушку на родину, мать хотела найти человека, который мог бы сколько-нибудь ознакомить княжну с русскую литературою. Разумеется, исключительно хорошую, то есть настоящую, а не зараженную злобую дня. А последняя княгиня имела представления самые смутные и при том до крайности преувеличенные. Довольно трудно было понять, чего именно она боялась со стороны современных титанов русской мысли. Их ли силы и отваги, или их слабости и жалкого самомнения. Но, улавливая кое-как с помощью наведения и догадок головки и хвостики собственных мыслей княгини, я пришел к безошибочному, на мой взгляд, убеждению, что она всего определительнее боялась нецеломудренных намеков, которыми, по ее понятиям, была в конец испорчена вся наша нескромная литература. Разуверять в этом княгиню было бесполезно, так как она была в том возрасте, когда мнения уже сложились прочно и очень редко кто способен подвергать их новому пересмотру и поверку. Она, несомненно, была не из тех, и чтобы ее переуверить в том, во что она уверовала, недостаточно было слова обыкновенного человека, а это могло быть по силам разведуху, который счел бы нужным прийти с этой целью из ада или из рая. Но могут ли подобные мелкие заботы занимать бесплотных духов безвестного мира? Не мелки ли для них все подобные настоящему споры и заботы о литературе, которую в несравненно большая доля живых людей считает пустым занятием пустых голов? Обстоятельства, однако, скоро показали, что, рассуждая таким образом, я очень грубо заблуждался. Привычка к литературным прегрешениям, как мы скоро увидим, не оставляет литературных духов и за гробом, а читателю будет предстоять задача решить, в какой мере эти духи действуют успешно и остаются верны своему литературному прошлому. Глава шестая. Благодаря тому, что княгиня имела на все строго сформированные взгляды, моя задача помочь ей в выборе литературных произведений для молодой княжны была очень определительна. Надо было, чтобы княжна могла из этого чтения узнавать русскую жизнь и при том не встретить ничего, что могло бы смутить девственный слух. Материнскую цензурой княгине целиком не допускался ни один автор, ни даже Державин и Жуковский. Все они ей представлялись не вполне надежными. О Гоголе, разумеется, нечего было и говорить. Он целиком изгонялся. Из Пушкина допускались капитанская дочка и Евгений Онегин, но последний значительными урезками, которые собственноручно отмечала княгиня. Лермонтов не допускался, как и Гоголь. Из новейших одобрялся несомненно один тургенев, но и то, кроме тех мест, где говорят о любви. Агончаров был изгнан, и хотя я за него довольно смело заступался, но это не помогло. Княгиня отвечала. Я знаю, что он большой художник, но это тем хуже. Вы должны признать, что у него есть разжигающие предметы. Глава седьмая. Я во что бы то ни стало хотел знать, что такое именно разумеет княгиня под разжигающими предметами, которые она нашла в сочинениях Гончарова. Чем он мог при его мягкости отношений к людям и обуревающим их страстях оскорбить чье бы то ни было чувство. Это было до такой степени любопытно, что я напустил на себя смелость и прямо спросил, какие у Гончарова есть разжигающие предметы. На этот откровенный вопрос я получил откровенный же, острым шепотом произнесенный односложный ответ. Локти. Мне показалось, что я не вслушался или не понял. Локти, локти, повторила княгиня и, видя мое недоразумение, как будто рассердилась. Неужто вы не помните, как его этот, герой где-то, там засматривается на голые локти своей, очень простой какой-то дамы. Теперь я, конечно, вспомнил известный эпизод из Обломова и не нашел ответить ни слова. Мне, собственно, тем удобнее было молчать, что я не имел ни нужды, ни охоты спорить с недоступную для переубеждения княгиню, которую я, по правде сказать, давно гораздо усерднее наблюдал, чем старался служить ей моими указаниями и советами. И какие указания я мог ей сделать после того, как она считала возмутительным неприличием локти, а вся новейшая литература шагнула в этих откровениях несравненно далее. Какую надо было иметь смелость, чтобы, зная все это, назвать хотя одно новейшее произведение, в которых покровы красоты приподняты гораздо решительнее. Я чувствовал, что при таком раскрытии обстоятельств моя роль советчика должна быть кончена, и решился не советовать, а противоречить. Княгиня, сказал я, мне кажется, что вы несправедливы. В ваших требованиях художественной литературе есть преувеличение. Я изложил ей все, что, по моему мнению, относилось к делу. Глава восьмая. Увлекаясь, я произнес не только целую критику над ложным пуризмом, но и привел известный анекдот о французской даме, которая не могла ни написать, ни выговорить слово кюлот. Но зато, когда ей однажды неизбежно пришлось выговорить это слово при королеве, она запнулась и тем заставила всех расхохотаться. Но я никак не мог вспомнить, у кого из французских писателей мне пришлось читать об ужасном придворном скандале, которого совсем бы не произошло, если бы дама выговорила слово кюлот так же просто, как выговаривала его своими августейшими губками сама королева. Цель моя была показать, что излишняя щепетильность может служить во вред скромности, и что поэтому чересчур строгий выбор чтения едва ли нужен. Княгиня, к немалому моему изумлению, выслушала меня, не обнаруживая ни малейшего неудовольствия, и, не покидая своего места, подняла над головою свою руку и взяла один из голубых волюмов. — У вас, — сказала она, — есть доводы, а у меня есть оракул. — Я говорю, — интересуюсь его слышать. — Это не замедлит. Я призываю дух Жан-Лис, и он будет отвечать вам. Откройте книгу и прочтите. — Потрудитесь указать, где я должен читать, — спросил я, принимая волюнчик. — Указать? Это не мое дело. Дух сам вам укажет. Раскройте, где попало. Мне это становилось немножко смешно и даже как будто стыдно за мою собеседницу. Однако я сделал так, как она хотела, и только что окинул глазом первый период раскрывшейся страницы, как почувствовал досадительное удивление. — Вы смущены? — спросила княгиня. — Да. — Да, это бывало со многими. Я прошу вас читать. Глава девятая. Чтение — занятие слишком серьезное и слишком важное по своим последствиям, чтобы при выборе его не руководить вкусами молодых людей. Есть чтение, которое нравится юности, но оно делает их беспечными и предрасполагает к ветренности, после чего трудно исправить характер. Все это я испытала на опыте. Вот что прочел я и остановился. Княгиня с тихой улыбкой развела руками и, деликатно торжествуя надо мною свою победу, проговорила. — По латыни это, кажется, называется «Дикси»? — Совершенно верно. С тех пор мы не спорили, но княгиня не могла отказать себе в удовольствии поговорить иногда при мне о невоспитанности русских писателей, которых, по ее мнению, никак нельзя читать вслух без предварительного пересмотра. О духе Жан-Лис я, разумеется, серьезно не думал. Мало ли что говорится в этом роде. Но дух действительно жил и был в действии, и вдобавок представьте, что он был на нашей стороне, то есть на стороне литературы. Литературная природа взяла в нем верх над сухим резонерством и, неуязвимой со стороны приличия, дух госпожи Жан-Лис, заговорив «Дюфон-де-Куэр», отколол, да, именно отколол, в строгом салоне такую шкалерскую штуку, что последствия этого были исполнены глубокой трагикомедией. У княгини раз в неделю собирались вечером к чаю три друга. Это были достойные люди с отличным положением. Два из них были сенаторы, а третий – дипломат. Карта, разумеется, не играли, а беседовали. Говорили обыкновенно старшие, то есть княгиня и три друга, а я, молодой князь и княжна, очень редко вставляли свое слово. Мы более поучались, и к чести наших старших надо сказать, что у них было чему поучиться, особенно у дипломата, который удивлял нас своими тонкими замечаниями. Я пользовался его расположением, хотя не знаю за что. В сущности, я обязан думать, что он считал меня не лучше других, а в его глазах литераторы были все одного корня. Шутя, он говорил, и лучшее из змей есть все-таки змея. Это то самое мнение и послужило поводом к наступающему ужасному случаю. Глава одиннадцатая. Будучи стоически верна своим друзьям, княгиня не хотела, чтобы такое общее определение распространялось и на госпожу Жан-Лис, и на женскую плеяду, которую эта писательница держала под своей защитой. И вот, когда мы собрались у этой почтенной особы встречать тихо Новый год, незадолго до часа полночи, у нас зашел обычный разговор, в котором опять упомянуто было имя госпожи Жан-Лис. А дипломат припомнил свое замечание, что и лучшее из змей есть все-таки змея. «Правила без исключения не бывает», — сказала княгиня. Дипломат догадался, кто должен быть исключением, и промолчал. Княгиня не вытерпела и, взглянув по направлению к портрету Жан-Лис, сказала, «Какая же она змея!» Но искушенный жизнью дипломат стоял на своем. Он тихо помывал пальцем и тихо же улыбался. Он не верил ни плоти, ни духу. Для решения несогласия, очевидно, нужны были доказательства, и тут-то способ обращения к духу вышел кстати. Маленькое общество было прекрасно настроено для подобных опытов, а хозяйка сначала напомнила о том, что мы знаем насчет ее верований, а потом и предложила опыт. «Я отвечаю», сказала она, «что самый придирчивый человек не найдет у Жан-Лис ничего такого, чего бы не могла прочесть вслух самая невинная девушка. И мы это сейчас попробуем». Она опять как в первый раз закинула руку помещавшейся также над ее этаблесманом этажерки, взяла без выбора волюм и обратилась к дочери. «Мое дитя, раскрой и прочти нам страницу». Книжна повиновалась. Мы все изображали собою серьезное ожидание. Если писатель начинает обрисовывать внешность выведенных им лиц в конце своего рассказа, то он достоин порицания. Но я писал эту безделку так, чтобы в ней никто не был узнан. Поэтому я не ставил никаких имен и не давал никаких портретов. Портрет же книжны и превышал бы мои силы, так как она была вполне, что называется, ангел во плоти. Что же касается все совершенные ее чистоты и невинности, она была такова, что ей можно было даже доверить решить неодолимой трудности богословский вопрос, который вели у гейны Бернардинер Ундрабинер. За эту непричастную никакому греху душу, конечно, должно было говорить нечто стоящее превыше мира и страстей. И княжна с этой именно невинностью, прелестно грассируя, прочитала интересные воспоминания Жан-Лиз о старости мадам Дю Дефант, когда она слаба глазами стала. Запись говорила о толстом Джебоне, которого французской писательнице рекомендовали как знаменитого автора. Далее я привожу по известному переводу с французского подлинника, который читала княжна, способная решить спор между Бернардинер и Ундрабинер. Джебон мал ростом, чрезвычайно толст и у него преудивительное лицо. На этом лице невозможно различить ни одной черты. Ни носа, ни глаз, ни рта совсем не видно. Две жирные толстые щеки, похожие черт знает на что, поглощают все. Они так надулись, что совсем отошли от всякой соразмерности, которая была бы маломальски прилична для самых больших щек. Каждый, увидав их, должен был бы удивляться, зачем это место помещено не на своем месте. Я бы характеризовала лицо Джебона одним словом, если бы только возможно было сказать такое слово. Лазен, который был очень короток с Джебоном, привел его однажды к Дюдефанд. Мадам Дюдефанд тогда уже была слепа и имела обыкновение ощупывать руками лица вновь представляемых ей замечательных людей. Таким образом, она усвояла себе довольно верное понятие о чертах нового знакомца. К Джебону она приложила тот же осязательный способ, и это было ужасно. Англичанин подошел к креслу и особенно добродушно подставил ей свое удивительное лицо. Мадам Дюдефанд приблизила к нему свои руки и повела пальцами по этому шаровидному лицу. Она старательно искала, на чем бы остановиться, но это было невозможно. Тогда лицо слепой дамы сначала выразило изумление, потом гнев, и, наконец, она, быстро отдернув с годливостью свои руки, вскричала «Какая гадкая шутка!» Глава тринадцатая. Здесь был конец и чтению, и беседе друзей, и ожидаемой встречи наступающего года, потому что, когда молодая княжна, закрыв книгу, спросила, что такое, показалось мадам Дюдефанд, то лицо княгини было столь страшно, что девушка вскрикнула, закрыла руками глаза и опрометью бросилась в другую комнату, откуда сейчас же послышался ее плач, похожий на истерику. Брат побежал к сестре и в ту же минуту широким шагом поспешила туда княгиня. Присутствие посторонних людей было теперь не кстати, и потому все три друга и я в сию же минуту потихоньку убрались, а приготовленная для встречи Нового года бутылка вдовы Клико осталась завернутую в салфетку, но не раскупоренную. Глава четырнадцатая. Чувства, с которыми мы расходились, были томительны, но не делали чести нашим сердцам, ибо, содержа на лицах усиленную серьезность, мы едва могли хранить разрывавший нас смех и не в меру старательно наклонялись, отыскивая свои галоши, что было необходимо, так как прислуга тоже разбежалась по случаю тревоги, поднятой внезапно болезнью барышни. Сенаторы сели в свои экипажи, а дипломат прошелся со мною пешком. Он хотел освежиться и, кажется, интересовался узнать мое незначащее мнение о том, что могло представиться мысленным очам молодой княжны после прочтения известного нам места из сочинений мадам Жан-Лис. Но я решительно не смел делать об этом никаких предположений. Глава пятнадцатая. С несчастного дня, когда случилось это происшествие, я не видал более ни княгини, ни ее дочери. Я не мог решиться идти поздравить ее с Новым годом, а только послал узнать о здоровье молодой княжны, но и то с большой нерешительностью, чтоб не приняли этого в другую сторону. Визиты же кандалианце мне казались совершенно неуместными. Положение было приглупое, вдруг перестать посещать знакомый дом, выходило грубостью, а явиться туда тоже казалось не кстати. Может быть, я был и неправ в своих заключениях, но мне они казались верными. И я не ошибся. Удар, который перенесла княгиня под Новый год от духа госпожи Жан-Лис, был очень тяжел и имел серьезные последствия. Глава шестнадцатая Около месяца спустя я встретился на Невском с дипломатом. Он был очень приветлив, и мы разговаривали. — Давно не видал вас, — сказал он. — Негде встречаться, — отвечал я. — Да, мы потеряли милый дом почтенной княгини. Одна бедняжка должна была уехать. — Как говорю «уехать»? — Куда? — Будто вы не знаете. — Ничего не знаю. Они все уехали за границу, и я очень счастлив, что мог устроить там ее сына. Этого нельзя было не сделать после того, что тогда случилось. Какой ужас! Несчастная, вы знаете, она в ту же ночь сожгла все свои волюмы и разбила в дребезги терракотовую ручку, от которой, впрочем, кажется, уцелел на память один пальчик, или лучше сказать, шиш. Вообще пренеприятное происшествие, но зато оно служит прекрасным доказательством одной великой истины. — По-моему, даже двух и трех. Дипломат улыбнулся и, смотря мне в упор, спросил — Каких-с? — Во-первых, это доказывает, что книги, о которых мы решаемся говорить, нужно прежде прочесть. А во-вторых... А во-вторых, что неблагоразумно держать девушку в таком детском неведении, в каком была до этого случая молодая княжна. Иначе она, конечно, гораздо раньше бы остановилась читать о джибоне. И в-третьих... В-третьих, что на духов так же нельзя полагаться, как и на живых людей. И все не то. Дух подтверждает одно мое мнение, что и лучшее из змей есть все-таки змея. И при том, чем змея лучше, тем она опасней, потому что держит свой яд в хвосте. Если бы у нас была сатира, то это для нее превосходный сюжет.